Кирилл, мы хотели делать что-то невообразимое с грушами. Да, это будет десерт, называется Груша Бель Эленна. Красивая Леночка, да. В переводе с французского. Для этого нам потребуются груши. Так. Шоколад. Какой? Шоколад горький. Горький. Российской. Вкусненький. Стручок ванили. Обязательно. Мадагаскарской. Немного коньяка. Опять же, одновременно мы будем делать еще и сырную тарелку. Да, в качестве дополнительного. Закуски. Ну, с сырами, я так понимаю, мы просто их нарезаем и подаем. Перед десертом. Это французская вечеринка. Это традиция сыра. Это все понятно. Давайте делать грушу. Здесь все-таки надо приложить какие-то. Давайте. Это соль форель. Она достаточно жесткая. Так, ладно. Нужно срезать вот так вот шкурку, потому что шкурка достаточно жесткая. Но при этом нужно оставлять вот эту. А, пупум, пупум. Сори. Она не проблема. Мы за нее, видимо, будем тянуть, я так понимаю. Она будет в качестве ручки. И донышко нужно вот так вот надрезать. Ну, другим. Да. Вот так ножом и вытащить сердце. Вот именно это я попросил взятый тарелин. Все, груши выкладываем в кастрюлю пустую. Так. Вот. Прямо на дно. Снимаем цедру. Нам нужна именно цедра или чищенный ремонт? Цедра. Цедра. И сок лимона. Угу. Давай его порежем. Значит, вот этот цедру лимона бросаем крупно туда. Разрезаю. Пополам. И выдавливая сок. А я тогда сделаю ванильную палочку. Чтобы из ванильной палочки вытащить зерна, нужно ее разрезать вдоль пополам. И кончиком ножа всю серединку вот так вот вытащить. Похоже немножко на мак, да? Такой очень-очень мелкий. И кладем сироп. Сверху песочек. Сверху сахар. Но груши у нас... Очень сладкие. Очень сладкие. Значит, сахара мы добавим немного. Угу. Наливаем кипяток. Так. Все. Груши покрылись водой и ставим все это... На огонь. На огонь. Минут на 30. Пока груши кипят, мы будем делать шоколадный соус. Можно вам сейчас помочь? Ломать шоколад это мое любимое занятие. Мелый? Помельче. Потому что Жан-Мишель обожает шоколад. Очень мелко. И очень хочется научиться готовить новое блюдо с шоколадом. Ну, это такой шоколадный соус. Он напоминает классический английский соус «баттерскотч». Есть такой. И теперь этот шоколад отправляем куда? На паровую баню. Да. Все. Теперь, иначе, тогда у нас все это дело копится. Там медленно, но верно топится. Приступаем к сырам. Мы подобрали здесь этот сыр Марбье с черной плесенью. Так. Ракфор – это голубая плесень, да. Вот он. Ну, как. Запах. Очень вкусный. Классный. Французы его обожают. Ну, и еще одна. Вот это я очень люблю. Белая плесень. Да. Это мытая корочка. Кстати, сыр называется «Пол-Левек». Очень популярный. Вот это я люблю. Сыр очень ароматный. Такой. Сыр во Франции больше, чем еда. Это целая наука со множеством секретов и тонкостей. Как разобраться в сырной тарелке, нам расскажет член ассоциации «Сомеле», эксперт в области сыров Галина Рихачева. Вот что такое сыры? Посмотрите, сколько их здесь разных абсолютно. Сыр – это молоко, запасенное в пробку с помощью соли. Сыры – вообще необычайно полезный продукт. Это то, что нам дает, может дать энергию на целый день. Сыр – это великолепный продукт для повседневного потребления, который и силы вам восстановит, и доставит удовольствие. Сыры можно есть абсолютно в любом возрасте. Если сыр приготовлен из здорового молока, то испортиться он по определению не может. Он может потерять какие-то определенные свои кондиции, свои вкусовые качества. Но вы никогда им не отравитесь, как можете отравиться испорченным мясом или рыбой. Перейдем к этому сыру «Пон Левек» и к сыру «Бри». Они близкие родственники. Это мягкий сыр с белой пенициллиновой корочкой. Читается, что это королевский сыр. Одним из лозунгов Великой Французской революции 1789 года был лозунг «Да, всеобщая доступность сыра «Бри». Но он очень хорош с картофельными чипсами а-ля натюре. Очень хорошо с зеленым салатом, замечательно с виноградом, великолепно с клубникой. Затем вот этот очень интересный по виду сыр «Морбье». Обратите внимание на темную полосочку. Это зола. Сыр делали из молока, полученного за две дойки коровы. И вот после первой дойки делали первую порцию сыра, засыпали ее золой. И потом вечером делали вторую дойку, опять же изготавливали сыр и выкладывали его поверх вот этой вот зольной корочки. Перейдем к последнему сыру нашей дегустации, самому острому и самому пикантному. Это сыр «Рокфор». Такие сыры, сыры «Рокфор» делают несколько компаний, но все они выдерживаются только в одном месте. В гротах горы Комбалу, которая расположена недалеко от Тулузы. Как его делают? Створаживают молоко, а после формовки сырный диск начинают протыкать толстыми длинными иглами во всех направлениях. Для того, чтобы в сыре появились отверстия, где могла бы развиваться пенициллиновая плесень. И вот она придает этому сыру совершенно уникальный вкус. Очень хорошо сочетается такой сыр с медом, со сливовым вареньем, со сладкими винами. Вообще идеальное завершение такой действительно элитной, по-гурмански, не по стоимости, а по-гурмански элитной трапезы. Во Франции принято подавать сыр к столу большими кусками, чтобы каждый мог отрезать столько, сколько захочет. Кирилл Гориков предпочел сыры нарезать, но тоже не очень мелко. Сверху сырную тарелку украшаем виноградом. Как там шоколад растопился? Вот он какой, смотрите. Теперь в кастрюлю поливаем сливки. 33%? Да, сливки сейчас подогриваются. Тоненько с уроки вливаем, немного коньяка. Красота какая! Тёплые сливки начинаем взливать. Давайте медленно. Здорово! Получается, значит, с бортиков мы собираем так, да, аккуратненько, чтобы он не оставался. Перемешиваем, перемешиваем. И я правильно понял, что мы этим будем заливать груши? Да. То есть это соус шоколадный, который польём. Берём грушу, ставим её прямо в центр тарелки. Берём немного соуса. Вот так вот поливаем грушкой. Кстати, зря у вас плохо, да? Видишь, не на грушу сверху, а на тарелочку пачкать. Красиво! Кладём одну ягоду прямо кинуть. Вот я хотел её вот так, знаешь, вот так вот, как вот... Как бунтсик. Женя, где мяту? Пожалуйста. Пожалуйста, деточку. Можно взять, например, тёрку и кусочек шоколада и вот так сверху потереть, например. Для красоты. Для красоты, да, вот такая, видите. Вот такой вот. Шоколадный дождик. Шоколадный дождик. Всё, можно взять несколько вот таких, если есть ягодки прямо вот так... У нас просто сыра осталось, виноградинка. Можно виноградинку, пожалуйста. Внимание. Это в лужица вот эта, да? Да. Так, ну что, роскошно? Да. Вообще, обычно мы все блюда пробуем, но... Чего тут пробуем? Ну, понятно, что это вкусно. Да? 영атом. Поехали. Ну,. Поехали. Продолжение следует. Только следует... Поехали.